Я попробую найти другой способ. Они умерли из-за тебя! Здравствуйте, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса и в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Это Марк Аврелий и Эпик Тет. Для тех, кто не знает, об этом мы поговорим еще очень-очень много раз. Какое отношение стоицизм имеет к настоящей психотерапии, а уж никак не психология имеет отношение к психотерапии. Но сегодня не об этом. Добро пожаловать на мой канал. Он основан в 2011 году и, наконец-то, я до него опять добрался, поскольку последние три года я занимаюсь образованием в нашей стране. Я занимаюсь профпереподготовкой врачей, психологов и просто людей, которые хотят действительно научиться заниматься и психотерапией, и физиологией, и заниматься невротическими тревожными самотоформными расстройствами. У нас в программе очень много медицины. И ребята, которые к нам приходят, говорят, я всегда хотела быть врачом, но не сложилось. И проходя наши 7-месячные большие курсы, они говорят, черт побери, я совместила в себе и классную профессию психотерапевта, и очень много узнала медицины. Потому что нас, ребята, проходят физиологию, нейрофизиологию, неврологию, пульмонологию, эндокринологию, кардиологию, гастроэнтерологию, гематологию, психиатрию. И это только начало программы. И это очень важно, потому что люди, которые занимаются терапией неврозов, панических атак, вегет сосудистой дистонии, тревожных расстройств, обязаны знать физиологию, обязаны знать диагностику, обязаны уметь работать в бригаде с врачами, с психиатрами и с врачами общей практики, такие как кардиологи-аритмологи, гастроэнтерологи, гематологи, онкологи порой даже. Потому что очень часто за симптомами астении кроется на самом деле масса других грозных заболеваний, или не таких грозных, но нарушающих качество жизни. Например, гипотиреоз и железнодефицитная анемия могут создавать те самые симптомы, которые многие психологи, туда их сюда, будут думать, что у человека тревожное расстройство. На самом деле ни одному психологу не удосужилось посмотреть уровень гормонов щитовидной железы, гемоглобина железа с ферритином и, например, свободный тестостерон у мужчины. И сегодня не об этом. Мы сегодня разбираем триггер. Я знаю, что я уже в Телеграме начинал это делать в аудиоформате, но мне очень захотелось вернуться в визуальный видеоформат на YouTube. Я буду разбирать два сезона триггера, это 32 кейса. 32, Карл. Честно скажу, я второй сезон еще не смотрел, поэтому не надо никаких спойлеров рассказывать, ничего там и как. Я смотрел два раза первый сезон, и сейчас пересматриваю третий для того, чтобы каждую серию для вас разбирать. Соответственно, почему триггер? Многие, естественно, опять же, психологи, недовольны этим сериалом, потому что им кажется, естественно, что это не имеет никакого отношения к реальной действительности. Это все киношное, это вообще опасно. На самом деле, я уже говорил об этом публично, еще раз заявлю, что Сергей и режиссеры, и актеры, и драматурги, которые работали над сериалом, большие молодцы. Я первый раз смотрю русское кино с таким глубоким уровнем проработки. То есть, понятно, мне, как специалисту, который 15 лет занимается тревожными расстройствами, что показан кейс очень-очень сильно и очень правильно. Да, он по киношному приукрашен, да, он по киношному немножечко с драматургией надрывом, но сама история кейсов взята непосредственно из кабинета реально практикующего психотерапевта. И мы с вами каждую серию будем разбирать, и я буду показывать, какой кейс разбирается в какой-то серии, и как на самом деле в жизни с этим мы работаем, и что на самом деле является причиной и следствием. Впрочем, в триггере все очень хорошо объяснено, а я вам поясню. Поэтому предлагаю вам смотреть вместе со мной. У нас будет выходить три серии в неделю, по понедельникам, средам и пятницам в 19.00 по Москве, на канале Невроз Мегаполиса на YouTube. И, в общем-то, три серии в неделю посмотреть вполне себе реально. Смотрите серию сами, потом смотрите разбор. Или смотрите разбор, потом смотрите серию, как вам, собственно говоря, удобно. Главное, чтобы вам было интересно, и самое важное, чтобы вы себя узнавали в этих разборах. Ну что, поехали? Да. Итак, первая серия, первый сезон. Я не буду разбирать каждую сцену, я не буду разбирать каждый монолог или диалог, я не буду разбирать каждый кадр и взаимодействие по внутреннему развитию событий. Я упущу сейчас тему того, что Артём выходит Стрелецкий из тюрьмы, значит, он встречает жену, да-да-да-да. Это всё мы ещё пока трогать не будем. У нас есть два кейса в первой серии. Это Матвей, ассистент нашего психолога, и Иван, молодой человек. Давайте начнём с Матвея. Это не главный герой в нашем разборе сегодня, но тоже очень важно девочке, особенно, да и мальчике, тоже послушать, что такое созависимое отношение, как это в реальной жизни происходит. Итак, сцена с Матвеем начинается в самолёте, где мама начинает его хуесосить со словами «Ты какой-то не такой сын, ты вот не это, ты не делаешь так, как я хочу, ты не делаешь всё неправильно, это очень стандартная история». И, как правило, как опять же будет показано в серии, вы увидите, это связано с тем, что мать может считать, что сын является или дочь. Преграды, бессознательные чаще всего, естественно, преграды к её успеху, к её развитию. Грубо говоря, забеременела, родила, мужик бросил, и она воспринимает ребёнка как абузу, как якорь, как обстоятельства, которые не дают ей реализовываться в жизни так, как она бы хотела. Соответственно, там это очень хорошо в первой серии показано. Мать начинает хуесосить сына, Артём это слышит, и он, как ему свойственно, очень жёстко и очень прямо говорит о том, что ваш сын будет убивать женщин. На самом деле, чаще всего, действительно, подобное гнобление матерью ребёнка, потому что бросил отец, или потому что она разочаровалась, или кто-то её обидел, или она воспринимает, или мстит ребёнку за то, что отец бросил, особенно если это сын, матери обожают давить на сыновей, у которых ушёл отец из семьи, потому что это такой бессознательный перенос, если ты его сын, ты его... Это полный пиздец. И, в общем-то, в чём история? История в том, что вот чтобы выйти из таких созависимых и абьюзивных отношений, требуется очень сильный импульс, очень сильный либо испуг последствий, если ты не выйдешь из этой зависимости, либо требуется, скажем так, очень серьёзное намерение. И вот Артём говорит, ваш сын будет убивать женщин. Чаще всего действительно с такими матерями вырастают садисты. Конечно, не все они убивают женщин, но садистические наклонности очень-очень часто развиваются. Вот Эрик и Джеймс, когда снимала «50 оттенков серого», там очень прекрасно показано, как материнское отношение к сыну повлияло потом на его, так скажем, сексуальные перверзии и особенности, да, он пытается там наказывать разных женщин. Вообще-то БДСМ тема с этими садистами вот в этой части, это вот туда, да, я накажу женщин, потому что я так сильно ненавижу свою мать. Вот, поэтому действительно Артём Стрелецкий здесь абсолютно прав. действительно такое поведение может в будущем создавать такие садистические отношения к женщине. И, как правило, амбивалентны. Он будет её гнобить, но при этом не будет её отпускать. Он будет её гнобить, но не будет отпускать, начнётся тот самый абьюз, начнутся те самые геморрои. Матвей пугается этой перспективы и приходит к Артёму для того, чтобы попросить о помощи. Но Артём, опять же, очень профессионально говорит, что, как бы, парень, всё очень здорово и классно, но ты должен научиться сам и самостоятельно работать со многими сложностями. Самостоятельная жизнь, самодостаточность, прояви себя. Матвей думал, что он просто придёт к нему, к Артёму, и, собственно говоря, всё будет хорошо, но Артём говорит, нет, чувак, подожди, куда ты намылился? Я-то тут при чём? Давай, иди зарабатывай, давай, вот тебе самостоятельная жизнь, пожалуйста. В серии это очень хорошо показано. Конечно же, конечно же, разрывать подобные созависимые отношения бывает сложно, потому что мать вызывает, как правило, чувство вины, манипуляции, у такой матери, как правило, тоже жёсткая амбивалентность к сыну, и мы это увидим с вами в сериале из серии «Ты, плохой сын, не любишь меня так, как я хочу, но при этом не уходи». И вот это «ты не такой, как я хочу, но при этом я не могу без тебя» является такой пограничной чертой, которая очень часто фигурирует в наших кабинетах реальной практики. И вот чтобы разрулить вот эту связку «ты не такой, но я без тебя не могу», требуется достаточно много ответственности, требуется мужество и требуется серьёзное желание с этим разобраться. И это возможно. Матвей вам покажет, как он это сделал, но в следующих сериях. Переходим к нашему главному герою. Его зовут Иван, и это тот же кейс, который часто встречается в современной практике психотерапевтов, это self-harm или самоповреждение. И мужчина, и женщина в популяции страдают примерно 50 на 50, но принято считать, что женщины страдают больше, потому что они более эмоциональные, более склонны к эмоциональным аффектам и так далее и тому подобное. Но я считаю, что 50 на 50. Просто, может быть, мужчины не так часто об этом говорят, как женщины сегодня, но, в общем-то, в отделении пограничных расстройств, к сожалению, по статистике, женщин побольше. Это не какой-то камень в женский пол, ни в коем случае. Просто нервная анорексия, как правило, это девочки, которые очень хотят похудеть, хотят там, слишком неадекватно оценивают свою фигуру. То есть, мальчиков с нервной анорексией, ну, понятно, что не так много, так сказать. И зависимые отношения, больше связанные, больше, вот такие, я тебя люблю, но ты не такой, как я хочу, ты не такой, как я хочу, простите, но и уйти, не нужно, не уходи от меня, вот эта связка чаще свойственна женщинам. Что мы видим? Мы видим, что парни увольняют Ивана, и увольнение – это стимул. И его реакция, естественно, это самоповреждение. Он идёт в туалет, начинает себя степлером херачить. Классическая история. Потом они знакомятся, значит, с Артёмом, возникает очень интересный эпизод. Эксперимент номер один. Артём видит его стеснительность, видит его зажатость, начинает гонять его по комнате. Сядь туда, возьми стул, чай, кофе, всё это вы помните, да? И он начинает проверять клиента провокационным методом, чтобы он либо вышел из себя и показал, что он может за себя постоять, или обсудить, как он разозлился. Но в данном случае он просто хотел проверить гипотезу, и он её проверил прекрасно. Парень подчиняется, как собака, собственно говоря, своему хозяину. Возьми туда, пойди туда, нет, сюда, нет, всё-таки туда, нет, всё-таки сюда сядь и так далее. Он над ним просто издевался. В итоге парень всё-таки сорвался, убежал, но Артём его догнал, сказал, слушай, да помогу я тебе, просто всё дело в твоей неуверенности. Это первый эпизод, который надо проговорить. По большому счёту, самоповреждение имеет три патогенетических особенности, ну или причины. Первая причина самоповреждения это смещение доминанта. Когда у человека есть в реальной жизни определённые эмоциональные проблемы или определённые эмоциональные реакции, но он с ними никак не может обходиться, он их подавляет, он их глушит в себе, и это настолько становится невыносимым, что ему надо как бы избавиться от этого внутреннего душевного состояния или от внутренней душевной боли с помощью переключения на другую боль. И вот так с душевной, в кавычку, конечно же, боли переключение на физическую боль и приводит людей к паттерну self-harma, потому что это потом стимул, реакция, подкрепление. Стимул – стресс, реакция – боль, подкрепление – облегчились. В этом смысле будет очень всё легко. Ну и ещё один условный рефлекс можно рассмотреть как ситуация, в которой возникает стресс, реакция гиперстресса, поведение, причинение себе боли. Это другой поведенческий паттерн, но смысл вы поняли. Вторая причина, по которой люди самоповреждаются, это привлечь к себе внимание. Такое демонстративное поведение, когда когда-то оно зафиксировалось. Человек с помощью демонстративного такого поведения получил внимание, поддержку, все вокруг него забегали. Ты мой зайчик, всё же такое. Муж начал бегать, родители перестали требовать. И вот такое демонстративное, манипулятивное поведение тоже становится условным рефлексом. Проблемы с родителями, себя повреждаю, родители смягчились. И, в общем-то, всё это, или там парень, как только хочет навострить лыжи, я из окна выброшусь, там вены, руки и так далее. В общем, всё это очень-очень типично для кабинета психотерапевта. Конечно же, это пограничная история. И тут требуется серьёзный профессиональный подход и понимание, как развивать ответственность в таких людях. Это требует опыта. Я вам покажу. Значит, и третий вариант, по которому люди могут причинять себе вред, это, я напомню, что первый у нас смещение доминанта, второй привлечение внимания, и третий, сейчас одну секундочку, у меня здесь есть шпора. А, ну, конечно же, они наказывают себя. Люди могут испытывать определённое чувство вины за какие-то косяки, за какие-то события, и начинают себя наказывать, самоповреждаясь. Поэтому наказывать себя, привлекать внимание и выстраивать коммуникацию, или переключаться с душевной боли на физическую. Все это запомнили. Супер. Дальше мы видим драматургическую историю о том, что, оказывается, Иван у нас влюблён в жену брата, а сам брат очень деспотичный, очень жестокий человек, который, видимо, гнобил его всё детство. И наш Иван вырос очень зажатым, скромным, таким, молчаливым, подавляющим в себе все негативные чувства. И вот именно подавление в себе негативных чувств по отношению к брату, подавление в себе позитивных чувств по отношению к девушкам, любви и влюблённости, подавление собственного я, подавление собственных желаний, мотивов и личности и привело нашего Ивана к хроническому стрессу, который стал выученным паттерном переключать внимание с психологической проблемой на боль. Здесь же и ещё подкладывается вторая причина это то, что сработал рефлекс, где как только Иван себя повреждал, как вы помните, жена прибегала и брата и начинала его штопать и это тоже вызывает определённого рода рефлекс. Ну и соответственно переключиться то он понятно, что он переключался ну и наказывать себя скорее всего здесь тоже могло бы быть отчасти эта история в виде того, что он не вступился за жену, в виде того, что он себя сам не любит, в виде того, что он сам осуждает собственную трусость, сам осуждает собственное бездействие, особенно мы видели сцену, когда там брат в общем-то ворвался домой и там всё это дело происходило и он опять промолчал наш Иван и вот тут может быть всё. Поэтому в данном кейсе возможно все три мотива к самоповреждению. Поняли? Супер! Что явилось терапевтическим моментом? Прежде всего Артём начал в... Ну, тут надо отметить, что там был эпизод, где Иван пришёл значит с бутылкой, так сказать, и очень опасно в такой ситуации всё-таки говорить человеку, чтобы он себя порезал этой бутылкой, провоцировать его на это, но это прям такое, знаете, по лезвию ножа, что ли. И Иван себя порезал, полилась кровь и он начал кричать помогите, я не хочу умирать, что в принципе доказывает ту идею, что на самом деле это не суицид, это не желание покончить с собой, это что-то другое. Артём жёстко, но проверил эту историю. Конечно, повторять этого не надо, потому что бедренная артерия вытекает достаточно быстро. Кровь. Поэтому, в общем-то, опасненько, но зато он, Артём, понял, что перед ним не человек, который хочет покончить с собой, а у него есть какой-то мотив. И он стал его исследовать. И начал провоцировать нашего Ивана на то, чтобы он разозлился на самого себя, разозлился на брата, разозлился на ситуацию, начал брать ответственность за собственные подавленные чувства, за собственное внутреннее состояние. И последняя сцена в больнице как раз-таки говорит о том, что он начал выстраивать границы с братом со словами «Нет, алё, подожди!» Рассказал всё жене, они там подрались, и, в общем-то, финал именно показывает нам то, что он благодарит своего терапевта за то, что он ему очень сильно помог. Вот через такую боль, через такой риск, через такую провокацию очень было хорошо показано, как это работает. На самом деле, в обычном кабинете это работает примерно точно так же, только мы там никого не заставляем резать руки и ноги. Но я, во всяком случае, стараюсь всегда вывести человека на эмоции, чтобы он разозлился на себя. Это, кстати, хорошо работает и для панических расстройств, когда человеку нужно выполнять определённые поведенческие упражнения, и ему надо разозлиться на себя, потому что гнев на себя вытесняет страх. Смотрите вторую серию разбора сериала Триггер, первый сезон в следующую среду. До встречи. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса желает вам мирного неба над головой и здоровья. Счастливо, пока!